здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также уэб зрителей этот видеообзор посвящен деревне степановка любинского муниципального района омской области приятного вам просмотра здравствуйте сегодня мы делаем видеообзор в деревне степановка это у нас какой район любинского муниципального района омской области берем интервью представьтесь пожалуйста заведующих фельдшерским акушерским пунктом крементьево евгения евгения а какой-то борисовна евгения борисова очень приятно евгений борисов сказать пожалуйста здесь у степановки сколько населения примерно хотя бы чок что есть есть до фельдшерска акушерский пункт еще какие достопримечательности магазина мага магазин и клуб даже езда понятно мемориал участников войны не туда у вала ядрина у нас есть а это как центральная усадьба тогда а вы не знаете здесь раньше колхоз или совхоз был я не местная не могу понятно колхоз или совхоз колхоз россия подсказывают сельское производство и копейки сибирь а раньше колхоз россия понятно что хотите сказать привет кому-то передать и вам тоже здоровья смотрите нас на главном патриотическом канале страны очерки неугомонного паула прослушайте продолжение произведения михаила шолохова тихий дом боюсь что встретимся мы григорий врагами на бранном поле друзей не угадывайте фим иванович улыбнулся григорий изварин посидел немного и ушел а на утро исчез как воду кому в день съезда пришел григорий казак атаманец с хутора лебяжьего вешенской станицы григорий чистил и смазал ружейным маслом ногам атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал будто между делом в то время как пришел исключительно из-за этого он знал что у григория отбил бабу лесницкий бывший офицер атаманского полка и случайно увидев его на вокзале зашел предупредить григорий пантелеич а я ничего не дал на станции твоего друзья к какого лесницкого знаешь его когда видал живно спросил григорий с час назад григорий сел давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой он не ощущал с былой силой злобы к врагу но знал что если встретиться с ним теперь в условиях начавшейся гражданской войны быть между ними крови нежданно услышав про лесницкого понял что не заросла давностью старая ранка трон неосторожным словом за кровоточек за давняя сладко отомстил бы григорий за то что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталось на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска линялое выцветил помолчав немного чувствуя как сходит с лица не густая краска спросил сюда приехал не знаешь навряд должно черкас справиться атоманец поговорил о съезде о полковых новостях и ушел все последующие дни григорий как не старался загасить клевшую в душе боль не мог ходил как одурманенный уже чаще чем обычно вспоминал аксинью и горечь плавилась во рту каменело сердце думала наталья детишках но радость от этого приходила зазубренное временем и сжитое давностью сердце жило аксине к ней тянуло по тяжело и властно из каменской когда надавил чернецов пришлось отступать спешно разрозненные отряды дон ревкома на половину распыленные казачьи сотни беспорядочно грузились на поезда уходили походным порядком бросая все несподручное тяжелое ощутимо сказывалось отсутствие организованности твердого человека который собрал бы и распределил все эти сущности значительные силы из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда за последние дни войсковой старшина голубов он принял командование наиболее боевым двадцать седьмым казачьим полком и сразу жестковатенькой поставил дело казаки подчинялись ему беспрекословно видя в нем то чего не хватало полку умение сколотить состав распределить обязанности вести это он голубов толстый пухлощеки наглоглазый офицер размахивая шашкой кричал на станции на казаков медлящих с погрузкой вы что в постукалочку играете распроста к вашу мать грузии именем революции приказываю немедленно подчиниться что кто это демагог застрелю подлец молчать с саботажником и скрытым контрреволюционером я не товарищ и казаки подчинялись по старинке многим даже нравилось это не успели отвыкнуть от старого а в прежние времена что не дер то лучших глазах казаков командир про таких как голубов говаривали этот по вине шкуру спустит а по милости другую на шьет части дом ревкома отхлынули и наводнили глубокую командование всеми силами по существу перешло голубов он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части принял надлежащий мере к закреплению за собой глубокой мельхов григорий командовал по настоянию его дивизионом из двух сотен второго запасного полка и одной сотни атаманцев сумерках 20 января григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линии заставы атаманцев и у самых ворот столкнулся с подтелковым тот узнал его ты мельхов я куда это ты заставы поглядеть давно из черкасска ну как потелков нахмурился заклятыми врагами народа не столкнулся мира видал какой номера чебучили переговоры а сами чернецова на узыкали коллегин какая гада но мне особо некогда я это штаб поспешали он наскоро попрощался с григорием крупно зашагал к центру еще до избрания его председателем ревкома он заметно переменился в отношении григорию и остальным знакомым казакам в голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия хмелем била власть голову простого от природы казака григорий поднял воротник шинели пошел у быстрее шаг ночь обещала быть морозной ветерок тянул с киргизской стороны небо яснело заметно подмораживал сыпко хрустел снег месяц сходил тихо и кособолка как инвалид по лестнице за домами сумеречной лиловой синю курила степь был тот предночный час когда стираются очертания линии краски расстояния когда еще дневной свет путается неразрывно сцепившись ночным и все кажется нереальным сказочным зыбки и даже запахи в этот час утрачивая резкость имеют свои особые затушеванные оттенки проверив заставы григорий вернулся на квартиру хозяин железнодорожный служащий шербатый и жулик лицом поставил самовар присел к столу наступать будете неизвестно или их думаете дождаться видно будет совершенно правильно наступать то вам думается не с чем тогда конечно лучше ждать обороняться выгоднее я сам германскую войну саперах отломал в тактической стратегии знал и вкус и толк силенок то маловато хватит уклонялся григорий от тяготившего его разговора но хозяин назойливо допытывался вертелся около стола почесывая под сукронной жилеткой тощий как утаранье живот артиллерий-то много пушечек пушечек служила службы не знаешь с холодным бешенством скал григорий и так ворохнул глазами что хозяина будто обмороком кинула в сторону служила не знаешь какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и наших планах вот отведу тебя на допрос господ офицер голуб целиком глотая концы слов давился побелевший хозяин чернел шербатинами в полузатворном рту по глупости простите за чаем григорий как-то случайно поднял на него взгляд заметил как резко будто при молнии моргнули у того глаза а когда при обнажил их ресницы выражение было иное ласковое и почти обожающее семья хозяина жена и две взрослые дочери переговаривались шепотом григорий не допил второй чашки ушел свою комнату вскоре пришли откуда шесть казаков четвертой сотни второго запасного стоявший на квартире вместе с григорием они шумно пили чай переговаривали смеялись григорий уже засыпая слышал обрывки их разговора один рассказывал григорий узнал по голосу взводного бахмачева казака луганской станицы остальные изредка вставляли замечание продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видео обзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы